У нас много оврагов, а они тоже от потопа образовались, как вы думаете? А как? Надо смотреть, куда у них выход идёт. Вот у нас идёт большой лог, и постепенно всё сворачивают где-то в Караганде, туда, где угольные бассейны. Туда несло, когда тут же километр над нами была воды, и туда же, тогда были девственные леса, и деревья-то другие. И вот он, уголь, пообразовался. Это лога наши нигде преграды не имеют. Маленькие они, больше, а дальше уже главный лог у нас вот идёт. Прямо кверху туда холм идёт. И что интересно, насинается 100 метров с нуля, и уже глубина метров 6. Гладкая и ширина метров 50. Ваше, я не знаю, не смотрел. Может быть и так. Надо посмотреть, куда они идут и где кончаются. Где они соединяются с более главным руслом. Другого ответа нет. Только вода размыла. А вода была только при Ноевом потопе. Ещё. Надя Тихонович, ещё один практический вопрос. Вот есть ли способ нахождения воды, чтобы пробить колонку в колодец? Да. Какие способы найти, где источник? Ну вот как правильно, в каком месте пробить? Ну в каком раньше смотрели так. Где зелёная трава, более зелёная. На том месте более близкие. Но они как-то знали так. Знаток ложился на землю и бороду растилал перед собою. И какой-то там росой, или что находил. Бородой находили. А другие бывало лоза. Так, как лук делали. И она наклонялась. Но это даже к волшебству применяли. Не знаю тогда. Я сам не видел, но слышал. А в общем, где ни копай, везде вода есть. И основал землю на водах. Основал. И не размокает. Вот что удивительно. Под нами земля и дальше вода. Ну ты положи где-то. Вода обрушится и всё. А мы как будто твёрдо забиваем сваи. А сваи-то куда упираются? Не в скалу. Чудеса. Я знаю, говорят, что не всегда можно найти воду. Не в том месте, как-то люди пробивают. И не находят. Мы сколько копали, смотрят, где выгоднее. Подальше от коровника и то другое. И ни одного не было, чтобы не было воды. Но только больше или меньше. Иногда бывает на 3,5 метра. Иногда до 6 копать приходится. Видимо, слои разные. У нас тут колодец был. У меня супруг скважины борет. И он говорит, что вода везде есть. Как Игнатий Тихонович, тоже так. Ну так написано. Я не выдумываю. И где у нас копали колодцы по Теряевке, ни одного не было, чтобы он был пустой. Один выкопал у себя под домом. Ну, крыша-то там железобетонная, чтобы зимой не выходить в снег. Пожалуйста. У дедушки у нашего колодца был, у отца. И где копали, везде находили. Но только больше или меньше. Но чтобы без воды такого не было. Ни разу не встречал. Я сам на колодцах зубы потерял. В ледяной воде сидел месяц. Вот тут опасно, когда бывает там песчаный какой-то грунт. А у нас тут глина твердая. И он мой, ну, муж моей родной сестры, Петр. Они, вон внизу, а вверху помогал какой-то мусульманин. И она, опускали, видимо, кольца-то. И там где-то что-то прорвало. И оно как сдвинуло, и его начало засыпать. И он сильно кричал, кричал и говорил, Господи, прости. Он не знает, как сказать, и говорит что-то по-своему. Господи, прости. И так и достали уже там через день или через сколько. Опасное дело. Я имею опыт копать колодцы. Скажу, что на старом месте никогда не копайте. Вот не было деревни 20 лет. И мы решили копать там, где был колодец, много воды. А земля-то уже обрушена. Мы стали копать глубже, и вдруг дала трещина. С одной стороны, с другой. То есть трещина-то, земля отходит. Мы бегом к маме. А мама там всегда молится. Она подошла, посмотрела. Эх, детки, не надо было на старом колодце-то. Так что делать теперь-то? Она еще посмотрела, перекрестила. Я пошла молиться. Копайте. Но мы доски вертикально установили. Сороковка. Ее прямо гнет. Такая земля. Ну, кому в колодец лезть-то дальше-то углублять-то надо до источника? Ну, и стали смотреть. Я полезу. Нет, не пустили меня. Еще один брат был. Но тот как бы неженатый. Он разведенный. Говорит, я один, никого нету. Если задавить, так беды нет никакой. Ну, и он полез. Ну, и правда, мы дальше все сумели выправить. А в конце концов так и бросили колодец. У нас просто деревня находится очень высоко на горе. И колодец очень глубокий. Ну, не знаю, метров 15, наверное, может, и больше. Вот мы все время говорим о том, что колонку пробить. Ну, получается так, что река внизу, речка внизу. И мы так понимаем, что, наверное, и вода внизу, и очень глубоко надо копать. Потому что деревня на горе. Ну, это, я не знаю, надо, там уже на месте как-то копает. Я слышал, вы показывали гора одна, гора. Немножко земли, а дальше все, соль. Соль, просто соляная гора. Ее пилят кубами. И там наверху пробивает источник. Как... Прямо пробивает из-под земли. И вода не соленая. Как это может быть? Ну что, вопросов нет? Ухожу. С Богом.